Когда началось, ну что, так вроде бы с близкого расстояния никаких изменений не чувствовалось, но чувствовалось немножко вдали, вдали смотришь, ну что-то как, то ли, ну, наверное, у меня один глаз хуже, правый, левый лучше. Может быть, разница в этом была, ну, я просто что-то не то почувствовал со зрением, как это выразилось. Ну, то ли резкости такой четкой я не видел на большом расстоянии, но рядом было мне все нормально. Я потом где-то, это началось, ну, я не сразу пошел к врачу, пошел, может быть, и заряд, но все равно, ну, я пошел где-то года через три только к врачу. И тогда мне уже объявили, что у тебя дистрофия, это сетчатки, это рожденная. Ну, у меня у мамы была точно такая болезнь, и как мне сказали, что я приобрел ее в утробе матери, эту болезнь. К примеру, ну, главный механик, ну, что надо? Первое, писать, с путевыми работать. Я уже очень плохо было мне с ними работать. Писать какие-то служебные записки, типа, на приобретение каких-то запчастей. Я уже все, я не мог, а на компьютере можно печатать, но тем более, с клавиатурой нет объемного зрения. Я вижу одну букву, которая рядом с ней, буквы, я не вижу. Мне надо перемещать, ну, взгляд перемещать. Искать каждую букву, ну, там будешь полдня опечатать эту служебную. Плюс то, что помочь где-то водителям подсказать, как ремонтировать автомобиль. Если там где-то снимаешь колесо, там колодки поменять, то мне надо было машину разворачивать к солнцу, чтобы солнце попадало, именно солнце. Как только чуть солнце ушло, тень появилась в том, где колодки стоят, все, я там ничего не вижу. У меня там просили остаться, но в силу своего характера я просто, ну, не смог я там работать, потому что работать так, работать нет так, лучше не лезть не растает. Не можешь это дело сделать по-хорошему. Ну, делаем, вот, собираем типа таких вот, включателей, розеток. Здесь вот комбинация идет с выключателями и двух розеток, да? Двух. Да, потому что, говорю, вот здесь это вижу, вот выключатель двухловичный, здесь розетка. То я выключателя не вижу. Если вижу выключатель, то розетки не вижу. Одна щупала, одна щупала, вторая розетка. Значит, если я розетку вижу, то выключателя не вижу. Ну, говорю, хоть она стала видеть, вилку, ложку, там все, но я если вижу, только вижу один стакан, к примеру, да? Или вижу только ложку и вилку, вот лежит, то рядом стакан, и они вижу, ну, к примеру, да? Ну, как я говорю, четыре друга, да? Тиван, холодильник, телевизор, туалет. Вот и весь день. Нет объемного зрения. То есть, если я вижу только небольшую точку на экране, небольшую точку, и если идет пас от игрока к игроку, то я не вижу мяча. Я только иногда могу посмотреть так, что если возле игрока мяч, и если он пасует другому, то я должен следить за мячом, куда мяч попал. А просто в объемном, я ничего не вижу, я просто, ну, вижу одного игрока, то на полях сколько их игроков. Если раньше я видел всех там игроков на экране, то сейчас я вижу только, грубо говоря, только одного игрока. Все, больше я ничего не вижу. Один игрок, рядом стоит игрок, я его не вижу. Мне надо искать глазами, где каждый игрок. И также с мячом, если пас отдается, я должен за мячом следить. Ведь если я чуть-чуть за ним не уследил, за этим мячом, то я не знаю, к какому он игроку попал. Ну, что там смотреть? Просто это бесполезно смотреть. И это мое было хобби. Спорт вообще мое хобби. Жил в общежитии еще, когда молодой был. В общежитии стадион был. Мы там постоянно ставили соревнования между общежитиями по футболу. На заводе были также соревнования и по волейболу, и по баскетболу. Поиграть бы я с удовольствием, но просто я уже по зрению, я той же шайбы не вижу. Если дают мне пас, я просто не вижу этой шайбы, поэтому я играть просто не смогу сейчас. Так же и с футболом связано. Играть сейчас я больше не смогу. Да, дорога двухполосная, с двух сторон лес растет. И еду, солнце с одной стороны. Одна полоса все время встречная, будем говорить, встречная, солнцем освещенная. А вторая периодически попадает в тень. Периодически. Я вот в тень не подъезжаю, я не вижу, что там. Если там будет, говорю, стоять мотоциклист, будет ребенок, не дай бог, что кто-нибудь стоять, я просто сбил, мог бы его сбить. Поэтому я выезжал на встречную полосу, если не было встречных машин, и шел там детей, шел по встречной полосе. И вот это была уже моя последняя поездка. Так я был зрачий. А тогда, понимаете, как-то вот посмотришь, что-то не видишь, уже начинает как-то у тебя настроение падать. И просто очень тяжело было. Но потом уже как-то немножко, да еще машину перестал кататься, и вот почувствовал себя, как сказать, ущербным, что ли, человеком. Всего своего характера было очень тяжело, очень. Ну, я за год, наверное, на лет 15 постарел. Было очень тяжело. Но сейчас уже как-то более-менее привык. Обвыкся, что ли. Но желание хотя бы, чтобы то, что осталось, ну, в той сетчатке, чтобы хотя бы то, что осталось, сохранить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!